Дарина Романенко Очень резко выступает против, скажем так, действий Бондаренко. Ее точка зрения здесь, наверное, нужно назвать вещи своими именами, очень радикально. Она считает действия Николая Бондаренко провокационными. Напоминаю, Николай Бондаренко – это известный депутат Саратовской областной думы. В интернете его часто называют «громкий депутат», по понятным, думаю, причинам. Почему провокационные? Она считает провокация, ее призыв к бойкоту, голосование по поправкам в Конституцию. По ее мнению, и самое главное, не только ее мнению, а по мнению всего движения за нового социализма, обязательно нужно идти голосовать и обязательно голосовать против путинских поправок в Конституцию. Также нужны митинги в поддержку такого протестного голосования, но и, кроме того, с требованием отставки Путина и проведением досрочных выборов президента. И заявки на такие выборы движения за нового социализма уже поданы. По данным соцзапроса, на сей момент за путинские поправки готовы проголосовать только 25% людей, населяющих Россию. И тогда возникает закономерный вопрос, зачем же отказываться от голосования, которым так велики шансы на победу. Но коммунисты, тем не менее, либо как Бондаренко и Рашкин предлагают бойкот, либо как Зюганов отмолчиваются. То есть нам в очередной раз предлагают сидеть на диванах. По ее мнению, речь здесь идет о молчаливом согласии с действиями власти. И чем это заканчивается, она привела пример. Один раз Навальный уже призвал бойкотировать выборы президента. Чем закончилось? Явку нарисовали, и Путин опять победил с огромным отрывом. Вольно или невольно, но получается, что Бондаренко, пользуясь ее выражением, сливает протест. И она подчеркнула, Бондаренко постоянно забывает упомянуть одну деталь. По голосованию нет нижнего порога явки. Сколько людей не придет и сколько не проголосует, голосование состоялось. А значит любое уклонение от голосования здесь только на руку пластинка. Придет начальство, придут халуин. И в очередной раз сами в своих же интересах и проголосуют. Много ли при таком раскладе от постоянно таких громких, таких страстных призывов Бондаренко в интернете? И чем они отличаются от не менее страстных, не менее громких призывов Жириновского? Жириновский много лет уже призывает. Точнее, уже больше 30 лет как призывает. И все как было, так и остается. От его громких криков абсолютно ничего не меняется. А вот будет ли эффект, если люди придут на выбор и проголосуют против путинских поправок, против его обнуления? Во всяком случае шанс есть. Путин и компания вполне могут испугаться. И вполне могут тогда не посчитать, не признать, так сказать, конституцию нашу обнуленной. То есть здесь есть шанс. Думаю, поняли мою мысль. Здесь есть шанс, что будет эффект. Ну и она также напомнила в конце, что почему Путин и компания, вообще номенклатурное начальство уже столько десятилетий выигрывает все выборы. Да потому что большинство на них не ходит. Опять же ходит начальство и его халуи. И голосуют там сами за себя. А Бондаренко призывает нам и дальше, нас и дальше не ходить, на выборы и дальше. Позволять начальству самому за себя голосовать в своих интересах. На выборах, на голосовании. Ну, впрочем, давайте посмотрим, что она сказала. Посмотрим этот сюжет. Здравствуйте, друзья, товарищи, соратники. Меня зовут Дарина Романенко. Я являюсь одной из участниц движения «За новый социализм» по Ленинградской области. Сама проживаю в Ленинграде. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто сливает протест. О политиках-дубликатах. О бойкотировании предстоящего голосования по поправкам. И о том, чем подобная практика закончилась у Алексея Навального. Я еще раз хочу напомнить тем, кто забыл о позиции Николая Николаевича Платошкина и участников нашего движения в отношении голосования по поправкам. Мы будем голосовать против. Сейчас готовятся митинги против поправок с требованием отставки президента и проведением досрочных выборов. Заявки поданы. Замечу, кстати, что по данным социологических опросов, за поправки готовы голосовать только 25% россиян. Большинство же в свете текущей ситуации в стране, в свете коронавирусного кризиса, против обнуления. Вопросы об объединении в этой борьбе, которые вы задаете в комментариях, на днях были заданы Николаем Николаевичем, в том числе и лидеру КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову. Цитирую. Уважаемый Геннадий Андреевич, налицо масштабный кризис, поразивший нашу страну, поставивший под угрозу жизненный уровень десятков миллионов сограждан. С целью спасения нации от повторения 1991 года предлагаю вам выполнить данное вами в декабре 2019 года народу обещание и в течение 10 дней представить список правительства народного доверия, выступить с требованием отставки президента, распуска Государственной Думы и проведение в 2020 году досрочных президентских и парламентских выборов. Публично осудить предлагаемые поправки в Конституцию Российской Федерации как средство продления власти действующего президента и призвать избирателей голосовать против них. Это не весь список. Подробнее можно ознакомиться на странице Платошкина ВКонтакте либо из видео на его канале YouTube. Ответа от лидера КПРФ пока не последовало. Зато на арену снова вышел саратовский блогер Николай Бондаренко с призывом к подписчикам бойкотировать голосование. В результате мы задаемся вопросом, а как мы можем в этом цирке участвовать? Конечно же, только бойкот. Только максимально активная, максимально всеобъемлющая вот эта волна возмущения граждан с целью опустошить эти участковые комиссии, чтобы там не было никого. Естественно, параллельно, как-то мы сможем это дело проконтролировать. По какой-то причине Бондаренко в течение своего двухчасового стрима утверждал, что поправки и без нашего участия не пройдут. Поэтому сидим дома на диванах и наслаждаемся молча процессом обнуления. То есть инициативу митингов КПРФ пока не поддерживают в связи с коронавирусом. Поправки бойкотируют. Любопытно получается. Власти всегда очень внимательно отслеживают настроение в обществе. И Бондаренко не может об этом не знать. Соответственно, было бы логично поддержать хотя бы заявки на митинги, чтобы правящей верхушке был понятен сам масштаб народного недовольства. Но вместо этого он призывает фактически к молчаливому согласию с действиями власти. Я хочу напомнить, друзья, чем это закончилось у Алексея Навального, когда он пытался бойкотировать и призывал к этому своих сторонников выборы президента Российской Федерации. Явку нарисовали. Путина выбрали. Хотите повторить? Получается, что сейчас Бондаренко просто сливает протест. Очень показательно на фоне этого поведение его соведущего в стриме. Абсолютно хамская реакция на вопросы об агитации от подписчиков. Смотрим. Сейчас давайте перейдем к вопросам, если такие есть в чате. Да, вопросы есть. Так, прошу прощения, что-то со звуком немножечко за ваши ушки убитые. Вот Анна Попова. Сейчас будет не очень прилично Анна Попова. Она спрашивает, а что если всем на аватарках писать против поправок? Ну, вы на задницу себя набейте против поправок. И когда Владимир Владимирович придет и попросит вас раздвинуть булки, вы это увидите. Уважаемые подписчики Бондаренко, информация для вас. К размышлению. Если вы хотите, мечтаете даже, о чем часто пишете в комментариях у Николая, видеть его президентом Российской Федерации, то вполне может оказаться, что его соведущий станет премьер-министром. И тогда уже побьет все крылатые фразы господина Медведева. Имейте в виду. Стримы саратовского ЖКХ коммуниста идут по два часа. Наверное, поэтому он иногда забывает о том, что говорил в начале. Про то, что бойкот по поправкам поможет их отменить. И рассказывает уже о том, как власть в панике от протестных настроений граждан. Смотрим. Вы представляете, какая нервозность сейчас у президента-то? Вы представляете, насколько неуправляемое вот это падение сейчас идет? И в экономическом плане, и в кадровом, и в ситуации с распространением коронавируса, и смертностью в связи с этим, или заболеваемостью, в связи с бюджетными дырами, которые там просто катастрофическое значение. А теперь, помимо всего прочего, еще и проблемы с проведением голосования по Конституции. Тут не ручки начнешь кидать. Тут, я не знаю, просто в обморок будешь падать в прямом эфире. Настолько это проблема. Странное дело, но Бондаренко каждый раз забывает упомянуть о том, что порога явки по голосованию нет. Что его бойкот только на руку властям. Им проблем меньше с недовольными и противниками поправок. Также он забывает упомянуть о том, что традиционно кавказские регионы голосуют у нас с явкой в 90% и с полной поддержкой Путина. Что бюджетникам обязательно дадут какие-нибудь премии к голосованию, а недостающие цифры нарисует какая-нибудь элочка-людоедка. Читая комментарии подписчиков Николая и критику в свой адрес, у меня возник к ним вопрос. Вот вы пишете, уважаемые, что руки прочь от Бондаренко. Он громким криком разносит в пух и прах ядросов. Он молодец, красавец и так далее. Неужели это все, что вам нужно? Просто спустить пар и покричать вместе с ним в унисон? Тогда представляю вашему вниманию политика дубликата только из более старшего поколения. Смотрим. Всем вы! Вы что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш! Все вас проклянут! И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии! И Собянин уже пошел не от вашей партии, ему стыдно. И Путин не пошел президентом от вашей партии. Если им стыдно, то нам противно. И вы доиграетесь, мы вам другую болотную устроим. Понимаете? Это будет другая болотная. Это не вшивая интеллигенция и богатенькие вышли. А мы выведем людей всех недовольных. По всей стране, если этот произвол будет продолжаться, вы не способны проводить честные выборы. Объявите о самороспуске и уйдите проще всех парламентов Российской Федерации. И давайте проведем досрочные выборы. Пожалуйста. И досрочные выборы президента. Пожалуйста. Вы устроили фильтр с губернаторами. Вы издеваетесь над нами. Дадим подписи? Не дадим. И при этом вы на наши места посадили ваших депутатов муниципальных. Это куда дальше идти? На наши места посадили членов избиркомов. На наши места посадили наблюдателей. И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России. И всей вашей власти. Пропадите пропадом. Убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Негодяй. Это старая запись. А Владимир Вольфович на ней традиционно разносит жуликов и воров из Единой России в пух и прах. Правда, эффективность этого нулевая на протяжении уже 20 лет. Делаем выводы, товарищи. Наша сила в единстве. И мы не можем позволить себе сдаться перед административным ресурсом власти. Мы не можем сесть на диванах и молча ждать, когда кто-то что-то сделает за нас. Когда кто-то придет и решит все наши проблемы. Любой здравомыслящий человек понимает, что это голосование – единственная наша законная возможность отхлестать власть по щекам и привести их в чувства. А поэтому нужно обязательно явиться на избирательные участки и проголосовать против. Я знаю массу примеров, когда люди в интернетах, на интернет-форумах и даже на скамейке возле дома ругают власть. Говорят о том, что я не голосовал за Петрова, я не голосовал за Сидорова и в конце концов я не голосовал за Путина. Когда их спрашиваешь о том, за кого же ты голосовал, выясняется, что эти товарищи уже 15-20 лет не посещают выборы. Спрашивается, чему тогда вы удивляетесь? Все просто – это именно вы выбрали этих Петровых, Сидоровых, Путиных. Вы их выбрали своим молчаливым согласием. Да-да, именно своим молчаливым согласием и бойкотом на диване. Тем самым вы дали им возможность пройти во власть. А они утопили нашу медицину, нашу промышленность и наше образование. Мы не возмущались и не роптали, когда они подсовывали нам то одного чиновника, то другого, пока эти чиновники не заполнили всю Россию. У меня все. Спасибо за внимание. Что хочу сказать от себя. Я все больше и больше склоняюсь к тому, что она права. И склоняюсь к тому, что мне надо сходить на голосование и проголосовать против. И добавлю, думаю, нам всем пора начать ходить на выборы. Хватит их игнорировать. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!